Убивает ли микроволновка бактерии? Это зависит от строения вирусов и бактерий, а также режима работы аппарата. Если поставить еду на разморозку, то бактерии как были в пище, так в ней останутся. Убивает ли микроволновка бактерии, размораживая пищу при помощи микроволновки? Не стоит надеяться, что такой способ обработки сможет убить вирусы и бактерии. При использовании обычного режима подогрева не удастся убить вирусы и бактерии. Если же осуществляется запекание или подогрев до 100 градусов, то действительно большая часть микроорганизмов погибнет. Но здесь дело вовсе не в микроволновке, а в воздействии высокой температуры. Однако все же некоторые бактерии, например, возбудитель сибирской язвы, выживают при температуре 100 градусов. Убивает ли микроволновка микробы? Микробы и бактерии одно и то же. Это одноклеточные организмы, которые живут в пищи. Убивает ли микроволновка микробы? Внутри человека, на поверхности его тела находится большое количество бактерий, микробов, грибов, вирусов. Без полезных микроорганизмов, таких как лактобактерии, бифидобактерии, невозможно нормальное пищеварение. Значительное количество ферментов вырабатывается благодаря некоторым микроорганизмам. Однако если речь идет о патогенных и словно патогенных микроорганизмах, то они действительно могут вызывать заболевания, снижать иммунитет. Чтобы поддерживать свое здоровье в норме, необходимо придерживаться не только правил правильного питания, но еще и достаточной обработки продукции. Чтобы убить бактерии, необходима термическая обработка, мятье, а также правильное хранение продукции. Добиваться стерильности нет необходимости, так как допустимое количество бактерий способствует укреплению иммунитета. Чтобы убить значительное количество микроорганизмов, необходимо повышать температуру, снижать ее до экстремальных значений, воздействовать химическими веществами, специальными лучами. Микроволновая печь за счет производства электромагнитных полей воздействует на пищу радиоволнами, которые проникают в еду на несколько сантиметров. Активнее всего эти волны воздействуют на молекулы воды. Температура пищи повышается на полградуса в одну минуту. Поэтому, если кипятить воду внутри вещества, то действительно, можно избавиться от большого количества микроорганизмов. Чем выше мощность микроволновки, тем быстрее произойдет закипание жидкости. Убивает ли микроволновка полезные свойства еды? Микроволновка – вовсе не прибор для обеззараживания пищи, а бытовая техника, при помощи которой можно быстро разогреть пищу или разморозить ее. Поэтому надеяться на то, что при помощи микроволновки удастся избавиться от большого количества микроорганизмов, не стоит. Чтобы аппарат сработал, необходимо кипятить пищу в течение 10-15 минут. Если использовать микроволновку исключительно для того, чтобы разогревать пищу до невысоких температур, то убить бактерии, микроорганизмы не получится. Если вы не совсем уверены в качестве пищи, то лучше всего поддавать ее термической обработке и не просто разогревать, а кипятить или обжаривать. Несмотря на то, что микроволновка есть в каждом доме, до сих пор существует масса мифов, связанных с этими бытовым прибором. Убивает ли микроволновка полезные свойства еды? Многие считают, что при помощи микроволновки можно избавить пищу не только от бактерий, вирусов, но и от полезных веществ. Поэтому всячески остерегаются применение этого бытового прибора, разогревая пищу по старинке на плите. Есть мнение, что от микроволновки нужно держаться подальше, так как она провоцирует рак. Радиация и волны, которые вырабатываются в микроволновке, это разные излучения. Электромагнитное излучение делится на радиоактивное и ионизирующее. Именно неионизирующий вид используют в микроволновке, поэтому аппарат не вызывает облучения, не несет вред организму. Эти короткие волны используются при работе мобильных телефонов, блютуз и вай-фай. Достаточно давно возник миф относительно живой пищи, о которой часто говорят сыроеды. Любая термообработка плохо влияет на качество продукции. Многие считают, что клетки овощей и фруктов после запекания умирают. Поэтому лучше всего использовать свежие продукты. Считается, что микроволновка точно так же воздействует на клетки пищи, делая их неживыми. Любой способ приготовления влияет на содержание питательных веществ. Самым вредным считают обжаривание в масле. Влияние на сохранность полезных компонентов имеет продолжительность нагрева, температура при которой обрабатывается пища. Имеет значение площадь контакта продукции с горячей водой или поверхностью. Хуже всего отваривать полезные продукты в большом количестве воды. Именно в раствор уходит большое количество витаминов, которые чаще всего испаряются вместе с отваром. Минимального снижения количества полезных веществ в продуктах можно добиться путем запекания в духовке, обжаривания на сухой сковороде. Без масла приготовление в микроволновой печи. Это результаты исследований, которые были проведены учеными. Оказалось, что для сохранения всех питательных веществ, овощей и фрукты стоит запечь в духовке или микроволновке. Пища в микроволновке готовится гораздо быстрее, что приводит к значительному сокращению потери питательных веществ. Убивает ли микроволновка вирусы? Вирусы, в отличие от бактерий, не могут жить отдельно от живых клеток. Они являются паразитами, обитые внутри тела человека или животного. Именно поэтому бороться с вирусами не совсем просто. Однако за пределами живых клеток вирусы уязвимы, их можно уничтожить, используя антисептики, а также вещества, которые меняют клеточную структуру. Убивает ли микроволновка вирусы? Стоит учитывать, что в основном микроволновая печь воздействует на молекулы воды, способствуя их быстрому движению. В результате этого наблюдается закипание жидкости. Однако в структуре самих вирусов нет частичек воды, поэтому если просто поместить вирус в микроволновую печь, он не погибнет. Если вирус находится на поверхности пищи, в которой есть вода, то вполне вероятно, что после разогрева продукта в микроволновке, вирусов на нем не останется. Но необходимо выдерживать продукты в печь на протяжении 5 минут. Чем меньше жидкости в пище, тем меньше эффективность обработки. Только повышение температуры среды, в которой находится вирус, может его убить. Некоторые покупатели перебирают буханки хлеба, выбирая лучшую. Конечно, на руках находится значительное количество инфекций, поэтому покупатели, которые приобретают хлеб в магазине, стараются обезопасить себя, убирая с поверхности болезнетворные микроорганизмы. Некоторые покупатели помещают хлеб в микроволновку прямо в полиэтиленовом пакете и выдерживают 4-5 минут. Это может сработать, так как внутренняя часть нагревается очень быстро. Но поверхность чаще остается холодной. Поэтому можно не убить вирус на поверхности хлеба, а приготовить из него сухари или сжечь. Убивает ли микроволновка коронавирус? С появлением коронавируса возник странный способ дезинфекции масок – обработка в микроволновой печи. На самом деле это не работает, ведь внутри маски нет молекул воды. С маской под воздействием магнитных лучей ничего не произойдет. Убивает ли микроволновка коронавирус? Если поместить в микроволновку маску с металлическими зажимами, можно испортить бытовой прибор. Лучше всего нанести на маску антисептик или постирать ее. Рекомендовано использовать одноразовые маски на протяжении двух часов, после чего выбрасывать. Некоторые умельцы считают, что при помощи микроволновки можно очистить деньги. Поэтому помещают их в печи. Внутри купюры содержится специальная магнитная лента, которая защищает от подделки. Если поместить купюры в печи, через несколько секунд магнитная лента начинает искрить, в результате чего деньги сгорят. Не стоит помещать продукты питания, купленные в супермаркете, в микроволновку, чтобы убрать следы коронавируса. Таким образом можно испортить овощи, фрукты. Убивает ли микроволновка плесень? Миф о том, что микроволновка может убивать споры плесени, появилась благодаря американской компании, которая производит хлеб. Именно этот бренд придумал технологию производства хлеба, в результате которой его поверхность не покрывается плесенью в течение двух месяцев. Обычно хлеб хранится на открытом воздухе, в результате чего на протяжении одного дня высыхает из-за испарения влаги. Чтобы обеспечить свежесть хлеба, его помещают в полиэтиленовые пакеты. Однако испарения влаги из хлебного мякиша оседают на поверхности полиэтилена, в результате чего в условиях теплой, влажной среды образовывается плесень. При помощи гомогенизированной микроволновой пушки удалось уничтожить споры плесени внутри теста. Гомогенизированную микроволновую пушку изобретали для уничтожения возбудителей микроорганизмов, но выяснилось, что это устройство убивает споры плесени. Однако домашняя микроволновка с этой задачей не справляется из-за невысокой мощности. Поэтому плесень убить при помощи микроволновки не удастся. Убивает ли микроволновка плесень? Микроволновка разогревает и воздействует на пищу не совсем равномерно, а участками. Причем нагрев выше там, где находится больше воды. Поэтому использует вращающуюся тарелку, чтобы воздействие было максимально равномерным. Споры плесени практически не содержат воду, поэтому и не погибают. Возможно их уничтожение лишь в том случае, если температура на участке, где находится плесень, достигла 120 градусов. Поэтому использовать продукты с плесенью, надеясь, что ее может убить микроволновая печь, не стоит. Лучше всего выбросить такие продукты питания. Это испорченный продукт, который содержит токсины, может спровоцировать анкозаболевания, серьезные недуги. Плесень опасна токсинами, которые выделяются в результате ее роста и развития. Плесень отличается канцерогеном воздействием, может вызывать аллергические реакции. Обычно такие токсины стойкие и не уничтожаются при воздействии высокой температуры. Интересные статьи читайте на нашем сайте, можно ли замораживать яйца и как их правильно размораживать. Как приготовить яйца Бенедикт дома? Есть ли в куриных и перепелиных яйцах холестерин? Как почистить яйца в смятку, если плохо чистятся? Чем отличаются белые куриные яйца от коричневых? Многие хозяйки отмечают, что плесень отлично себя чувствует в микроволновке, в стиральной машине и холодильнике. Даже несмотря на воздействие низких и экстремально высоких температур, а также магнитных лучей, плесень остается в целости и сохранности. Именно поэтому использовать микроволновку для удаления спор плесени неэффективно. Продолжение следует...